Помиловися Аллаху Субхану Ва Тааля, в очередную пятницу мы, Аль-Хамдул-Лля, вместе собрались в доме Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля, в наилучшем месте, в наилучший день недели. Просим Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля, как он нас вместе собрал, чтобы также вместе собрал свои райские обители, с нашими близкими, с родителями, с детьми, с братьями, любящими друг друга ради Аллаха Субхану Ва Тааля, чтобы отдалил эти лико от наказания ада. Уважаемые братья, сегодня у нас, как вы знаете, девятый день месяца Мухаррам, девятый день завтра, десятый день месяца Мухаррам, яум Ашура. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхиму ассалям, вы знаете, когда прибыл в Медину, увидел то, что иудейские племена, иудеи постились в этот день, тогда он спросил, почему вы поститесь, на что они ответили в этот день, Аллах Субхану Ва Тааля, В этот день Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля спас, возвысил Мусу, алейхиссалям, его народ, и уничтожил фараона и его войско. На что пророк Мухаммад, салаллаху алейхиму ассалям, сказал, у меня больше прав на моего брата Мусу, чем у вас. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхиму ассалям, все пророки были братьями, он у меня больше прав на Мусу, чем у вас. И тоже сказал сахабам поститься в этот день. Постился сам, и постился, и сказал, если я доживу до следующего года, то я буду поститься и девятый день, и десятый день. Сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхиму ассалям, это до того, как пришел Машруи от Иосуяма Рамадан, до того, как Аллах приказал поститься в месяц Рамадан. После того, как пришел приказ, это было обязательным постом. Когда уже Аллах приказал поститься в месяц Рамадан, пост в день Ашура остался доброжелательным нафилем, и из-за него награда прегрешает прегрешение прошлого года. Сегодня бы хотелось вернуться в историю, которая связана с Мусу алейхиму ассалям, связана с Мусу алейхиму ассалям, с Ферауном, вспомнить эту историю. Что же был в этот день такой, в который Аллах освободил Муса алейхиму ассалям, спас Муса алейхиму ассалям и его народ? Что произошло в этот день? Дабы вернуться в тарих, в историю, и потом уже из этой истории Муса алейхиму ассалям с Ферауном, с Ферауном взять для нас с вами взять некие пользы в наши дни, чтобы мы тоже также взяли некие пользы из этой истории. Аллах, во-первых, в Куране сказал Поистине, у Аллаха есть 12 месяцев, которые он полюбил и упомянул в Куране. Из этих 12 месяцев 4 запретные месяца. Один из этих запретных месяцев сейчас, который месяц Мухаррам. Всевышний, Аллах, субхану ассалям, у каждого месяца, который он сотворил, есть некая красота этого месяца. Есть то, что один месяц отличает от другого месяца. Один месяц, Аллах, субхану ассалям, лучше сделал, чем другой. Вот этот месяц Мухаррам, пророк Мухаммад, его брал, как бы, делал некое отличие этого месяца от других месяцев. Больше к этому месяцу давал призначение, чем к каким-то другим остальным месяцам. Посланник Аллаху ассалям сказал, самый лучший из месяцев, дабы держать пост после месяца Рамадан, это месяц Аллаха аль-Мухаррам. Пророк Мухаммад, саллаллаху ассалям, в этот месяц много постился. И отдельно пророк Мухаммад, саллаллаху ассалям, из этого месяца выделил день Ашура, завтрашний день, 10-й день месяца Мухаррам. То, что мы сейчас сказали, когда пророк Мухаммад, саллаллаху ассалям, переселился в Медину, увидел иудеи, то, что постились, и вот так вот он выделил этот день. Теперь маратик, то есть как поститься в этот день. Сколько дней нужно поститься, разные есть версии. Одна из версий, один из вариантов поста 9-й, 10-й, то есть сегодня и завтра. Также можно, кто сегодня постится, завтра поститься, в субботу и в воскресенье, 10-й, 11-й. Акмель более, вполне и более лучше, это 9-й, 10-й, 11-й, три дня подряд. Если уже как бы у человека нету возможности поститься, какие-то дня постараться пропаститься, иншаллах, хотя бы завтра, хотя бы один день завтра. То, кто завтра только один пропастится, один день, он полную, иншаллах, награду возьмет за этот день. Полную награду возьмет. Но если день до или день после, или три дня подряд, то это лучше. Давайте теперь вспомним, как Аллах, субхану атаку, возвысил Мусу, как он его спас от фараона, как его послал к Баню Исраиле, к детям Якова, как Баню Исраиле, как они попали в Египет, к фараону, как Аллах, субхану атаку, дал победу Мусе, какая же история фараона по отношению к Баню Исраиле. Сейчас такая будет история с рождения Муса, и постараемся, иншаллах, вкратце рассказать. Баню Исраил, дети Якова, в основе они жили в Палестине, на территории Палестины. Исраиль, это Якуб, алейиссалям. Исраиль, то, что в Коране часто приводится, Баню Исраил, Исраиль, это Якуб, Яков. Баню Исраиль, это его дети. Переводится дословно Баню Исраиль, то есть Абдуллах. Абдуллах, раб Аллаха. Исраиль переводится как Абдуллах, как раб Аллаха. Помните историю Юсуфа, когда его братья выкинули в колодец, бросили в колодец, поминался Аллаху, он попал оттуда. Всю сейчас историю Юсуфа, не будем пересказывать. Когда его взяли, подняли ведро из колодца, то, что произошло, то и произошло. Потом его перевели, перенесли в Египет. Он попал илля Муср. Потом его посадили в тюрьму, вышел он из тюрьмы, стал Азиз Муср, стал почетным человеком в Египте. В его руках было повеление, то есть он мог решать такие важные государственные вопросы. У него был джа, у него пользовался очень сильным авторитетом в Египте. И также он был ответственный за то, чтобы еда доходила до людей, то есть раздавал на государственном уровне. отвечал за арзак, за ризг. Известная история в суре Юсуфа, можете прочитать эту историю про Юсуфа, алейсалям. Потом Якуб, алейсалям, уже пришел со своими сыновьями, то есть они узнали, что это Юсуф, алейсалям, зашли в Египет. Когда Юсуф, алейсалям, сказал, когда он отправил своих братьев, сказал, приведите всю свою семью, и они вместе с отцом Юсуф, алейсалям, с Якубом, с его семьей, пришли в Египет. После этого Якуб, алейсалям, Исраиль, Якуб, алейсалям, начал жить в Египте, на территории Мысра. Вот так попал он на территорию Мысра. Юсуф, алейсалям, у него был авторитет в Египте. В это во времена Юсуфа, алейсалям, никакого притеснения по отношению к людям не было вообще. Не было фараона, не было фирауна, никто не убивал детей, не издевался над женщинами, как это делал фираун. И после этого много начали рождаться из этого, от Якуба, алейсалям, детей, Бану Исраиль, и начали заселяться на территории Египта, Мысра. Асбаху фиркатен кабира фи сенават Мадиде, фи Муср. На территории Египта стал большим племенем Бану Исраиль, большой группой людей, уже как коренные жители стали на территории Египта, у них свои дома, мазари, мамалик, свои дома, свои сады, свои строения были. Проходит время, свои в руки взял власть фараон, фираун. И начались разные притеснения со стороны фирауна. Какие притеснения? Он сказал, что я ваш господь. То есть нету Аллаха, нету Иляха. Начал себя обожествлять, как говорится в Коране, не мне ли принадлежит власть Египта. Эти реки текут под моими ногами. После этого фираун потом фараун увидел сон. Фираун увидел сон, то, что его власть уничтожится через руки одного из племен Бану Исраиль, но он еще не родился. Фираун напугался. Такой сон увидел, то есть он себя возгорзился, я ваш господь, мне принадлежит вся власть Египта, эти реки текут под моими ногами. Увидел сон и напугался. И потом он приказал, каждый, кто из племени Бану Исраиль рождается, детей убивайте, мальчиков, чтобы не забрал власть у меня. Валякин однако Кудурат Бану Исраиль, Бану Исраиль, они были, то есть очень умным народом и идееспособным, такие изобретали что-то, то есть никто не мог там изобретать подобное их, и они не могли без них как-то обойтись. И тогда, что вы такое решение приняли, то есть у основных жителей Египта не было таких возможностей, они не могли делать то, что могли делать Бану Исраиль, не могли такие изобретения делать, тогда они что, приняли такое решение, потому что нуждались в них. Фараон сказал, хорошо, тогда, говорит, один год, если мальчики рождаются, оставляем, кто на следующий год рождается, убиваем, следующий год оставляем, то есть через год начали убивать детей. Гарун, брат Муса, он родился в тот год, когда оставляли детей, не убивали. Муса, родился в тот год, когда убивали. То есть Гаруна, он спасся, его не тронули. Муса, родился именно в тот год, когда детей, когда мальчиков убивали. И начали войско фараона искать именно в этот год, кто родился из мальчиков. Многих уже мальчиков они зарезали, убили детей и начали искать. Тогда мама Моисея, Муса, напугалась за своего ребенка, فألقى الله في قلب и Аллах внушил в ее сердце Субханه وتعالى وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ Мُوسَى أَنْ أَرُضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ وَلَا تَحْزَنِي Всевышный Аллах Субханه وتعالى говорит أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّي مُوسَى внушили мы вахи откровения мамы Моисея маме Муса وَلَا تَحْزَنِي كَرْمِ его грудью فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ если ты будешь бояться за его жизнь напугаешься за него брось его в реку وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي не бойся не печалься إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ поистине мы его тебе вернем поистине мы тебе его вернем говорит Малик Всевышный Аллах посланников вот этот аят уважаемые братья хайяр то есть какой красноречивый один маленький аят в этом аяте Аллах есть два приказа два запрета и два обещания в одном маленьком аяте ученый говорит это из чудес Кур'ана Аллах Субхану Ва Тааля первый приказ что накорми его грудью второе брось его в реку два приказа два запрета لَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ не бойся и не печалься Аллах запрещает ей бояться и печалиться полностью полагайся на Аллах и два обещания мы его тебе вернем Аллах никогда не нарушает свое обещание и второе обещание и сделаем его из числа посланников после этого ума Муся мама Муся ваду в сундук положила его в некий сундук и этот сундук привязала к веревке отпускала его пришло войско фараона чтобы найти слышали что родился ребенок Муся зашли в дом она его положила в сундук отпустила и за веревку держала и не нашли его то есть она его в ем бросила положила в сундук и отправила положила в реку Нагр Ниль в реку Нил когда уходили они проверили не нашли обратную веревку к себе подтягивала и кормила его грудью и в один момент в один день оторвалась веревка и сундук уплыл вместе с Муся алейсалям уплыл и по повелению Аллаху Субхануу Ватяля этот сундук остановился возле дома фараона возле того кто искал его чтобы его убить в этот момент когда открыли видит малыш ребенок фараон увидел и Аллах Субхану Ватяля внушил в сердце жены фараона любовь по отношению к этому ребенку и сказала она попросила своего мужа фараона Смотри, говорит, ребенок, как радость наших тел, наших глаз. Какой прекрасный ребенок. Не убивай его, обратилась к мужу. Может быть, он нам в чем-то поможет. Давай мы его возьмем как сына, как приемного сына. Будем его воспитать. И Муса, алейсалям, начал воспитываться в доме фараона. Фараон его не любил. Когда был маленький, Муса, алейсалям, его кормила супруга фараона. Она за ним ухаживала, как к своему ребенку относилась. А фараон его не любил. И так он жил, воспитывался в доме фараона. Но фараон его не любил еще. Почему он видел, когда он повзрослел, как все равно его душа скучала по Баню Исраиль. Он всегда встречался с Баню Исраиль. То есть из своего же племени с этими людьми. Вместе с ними собирался. Вместе с ним сидел. В один момент Муса, алейсалям, вышел. Когда люди все спали, по городу он шел. Это история в Коране. И увидел двух людей между собой. Спорили, дрались. Один был из Баню Исраиль, из его племени. Другой был из врагов. То есть из коренных жителей города. Вкратце, что за история. Баню Исраиль, они всегда их заставляли работать. Делать какие-то тяжелые работы. И один из коренных жителей увидел, что один из людей Баню Исраиля занимается какой-то работой. Он что сказал? Оставь работу, идем ко мне. Как раба. Идем ко мне в моем саду работой. И тогда он не согласился. И начал он его бить. По середине дороги начал его бить. Как раба. И тогда он увидел Муса. Попросил помощи у Муса, алейсалям. Тогда Муса, алейсалям, хотел разнять. Ударил этого человека и убил его ударом. Потом попросил у Аллаха прощения. Он не специально его убил. Попросил прощения. Вернулся к Аллаху. Сказал. Это из дел сатаны и шайтана. Поистине шайтан сбивает человека с прямого пути. Попросил у Аллаха прощения. Поднял руки. Просил прощения. И Аллах его простил. После этого что? Эта история начала распространяться в городе. Избану Исраиль, Моисей, Муса, который воспитывался в доме Ферауна, убил коренного жителя. И начали его искать. И один пришел ему из советников, кто насыщих ему хотел дать, и сказал, «Ухруч, выйди из города, покинь город, тебя ищут». И он, оглядываясь со страхом, покинул город. И пошел в сторону Мадьяна. Шам. В сторону Шама. Когда пришел Мадьян, видел, пришел к водоему, чтобы попить воды, остановился там и увидел там, люди наливают воду и скотину. И увидел, как помимо всех людей, две девушки наливают воду и хотят напоить скотину, но не могут. Тогда он обратился к ним и сказал, «Что вы тут делаете?» На что они сказали, «Мы, говорят, хотим напоить скотину, скот, однако там люди собрались, мы пока это не можем». И Мусе взял им и напоил их скотину. После этого они пришли, эти девушки рассказали своему отцу, что пришел такой-то человек, помог нам. Тогда он отправил одну из своих дочерей и сказал, «Позови его, я хочу его наградить, отблагодарить то, что он сделал». В Коране эта тоже история приводится, то, что пришла одна из его дочерей, «Тамши аля стихья». Шла стеснительно позвать Моисея, Мусе алейсалям и сказать, «Мой отец тебя зовет, чтобы тебя наградить, чтобы отплатить за ту услугу, которую он нам указал». Она подошла с стеснением, «Она девушка, так со стеснением к ней подошла, эта девочка не смотрела ни налево, ни направо, подошла с стеснением». И сказала, «Отец тебя зовет». После этого, когда он пришел к отцу, отец сказал, «Я хочу тебя наградить, вот мои две дочери, на одной из ней ты женись, но взамен это по работе у меня». То есть спаси моих овец и дал ему выбор. Или 8-10 лет, на что Мусе алейсалям сказал, «Какой бы из этих сроков я не выбрал, то есть это будет правильно, и Аллах, Субхану ва Тааля, свидетель между нами». Как все пророки, опять же, посмотрите, «Все пророки, все пророки, они пасли овец, и Мусе алейсалям тоже начал у него пас овец». Ибн Аббас, рада Аллаху альху альху, сказал то, что Мусе алейсалям по своему ахляку, по своей нравственности, он был очень нравственный человек, и все-таки, когда был договор, 8 или 10, он сказал, «Если даже 8, как бы у тебя ко мне никакого вопроса не должно быть, но все равно он провел у него 10 лет». 10 лет работал у него по своему ахляку, по своей нравственности. После этого 10 лет проходит, Мусе алейсалям женился, у него семья, хотел вернуться в Египет. «По дороге в Муср, по пути в Египет, иштадда алейхи бард, вафа каданнар, фабада йелтафит яминан, васяаран, хатта раа нааран, ва ма аху ахлю». По дороге замерз Мусе алейсалям, его семья замерзла, и увидели вдалеке огонь, костер. И тогда Мусе алейхи салям сказал, «Подождите меня здесь, там есть огонь, там есть костер, я хочу подойти, посмотреть». Увидел огонь, сказал, «Подождите, своей семье, подождите меня здесь». Может быть, я из этого костра возьму уголек, принесу вам, чтобы нам согреться, тоже разжечь костер. Или я увижу, или я найду кого-то рядом с костром, который укажет мне путь, как мне идти в Египет. То есть дорогу укажет на Египет. Субханаллах. Вот здесь вот от пророчества прошло Мусе алейхи салям. Когда подошел к костру, увидел, что это великий нур, великий свет, много блага. Когда подошел к костру, услышал голос, «Я Мусе, о Мусе, я твой Господь». Здесь пришло откровение от Аллаха, пророчество. «Сними обувь, я твой Господь, сними обувь, поистине ты на святой долине Туа». На святой долине Туа. «Я тебя избрал, я тебя выбрал». Аллах, субханаллах, говорит пророку Мусе алейхи салям, «Слушай, что я тебе повелю, слушай, что я тебе внушу». Поистине я Аллах, и нету иного достойного поклонения Иллаха помимо Мина. Поклоняйся Мне. «Читай намаз, дабы поминать Меня». Посмотрите. Именно поклонение, оно связано, привязано с единобожием. Аллах, субханаллах, сказал, «Я твой Господь», и после этого сказал, «Молись». Здесь даже Аллах, субханаллах, объяснил то, что без молитвы нет единобожия. Недостаточно просто сказать, «Я верю в Аллаху, но не поклоняться Аллаху, субханаллах, 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 «Идхаб иля фирауна». После этого он сказал, «Иди к фараону». Он наслушался, он высокомерился. Фираун, Мусе алейхи салям, фираун, фираун, Мусе алейхи салям, я аля ман хуа фираун. Мусе алейхи салям знает, кто такой фараон. «Факаль напугался, когда услышал фираун к фараону». «Каль, Рабби шерахли садри». «О, Аллах, раскрой мою грудь, моё сердце». Напугался. Шерахли садри. И это нормально, то, что человек боится. Бывает, некоторые говорят, как может мусульманин бояться? Часто вот так вот говорят. Есть такой страх, который присущ, и не вводит человека в ширк. Именно тот страх запрещенный, когда человек думает, что помимо Аллаха он боится какие-то силы, кто-то боится колдунов, кто-то боится чего-то там еще за свой риск боится, боится за предопределение и так далее. Это одно. Но когда человек боится какое-то животное, какого-то тирана, это нормально. Как недавно с одним братом. «Почему расстояние держите в мечети?» Я говорю, это как бы один из сабаб, один из причин. Мы берем причины, и потом не каждый из нас выдумал это. Это ученые фетов дали. Мы берем от ученых, от великих ученых, если Аллах предупредил, каждый из нас умрет. Чего вы боитесь? Вы ущерк делаете. Вот это непонимание религии, то, что дай Аллаху, чтобы нас всех на прямой путь поставило. И здесь Мусс, алейсалям, напугался фараона. Он знает, кто такой фараон. Знает, какой он тиран, знает, как он притеснитель, как он убивает людей. И напугался. Кали, Рабби, шарахли садри. О, Аллах, раскрой мою грудь. Ваесир ли амри, облегчи мне в делах. Вахлю л'укудата миллисани яфкау кавули. Устрани от меня дефект. У него был дефект речи. Говорит, чтобы поняли мои слова, чтобы я ясно им говорил, доносил слово. После этого он попросил помощника. То есть всегда дайя, всегда тот, кто призывает к Аллаху, субхану ва-та-аля, яхтач иля ахин. Он нуждается в брате. Иля мусташар, советники. Иля насах, тот, кто ему даст насыхат. Каль, ваджаалли вазиран мин ахали. Дай мне министра, то есть помощника из моей же семьи. Кого? Гаруна, моего брата Гаруна. Для чего задается вопрос? Для чего тебе нужен муста? Укрепи меня им, чтобы он был всегда со мной рядом. Объедини нас в общем деле, в дайвате, в призыве фараона. Дабы мы вместе тебя много поминали, восхваляли. Поистине ты видишь нас. Каль Аллах, после этого Аллах сказал, я ответил на твою просьбу о мусе, дал ему в помощнике Харуна. После этого Аллах сказал, иди ты и твой брат вместе идите. У вас оружие моих знамений. То есть не отчаивайтесь не поминай меня, постоянно поминайте меня. Мусе алейсалям даа каль то есть для чего попросил помощника, чтобы мы тебе вместе много восхваляли и поминали. То есть зикр поминания Аллаха из любимых дел перед Аллахом Субхану 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 После этого посмотрите посмотрите как Аллах Субхану дал направление, Всевышний Аллах Субхану 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 все эти границы переступили. Как нужно к нему относиться? Аллах говорит, как? Скажите ему мягкое слово. Мягкое слово. Может быть, он одумается, опомнится, или напугается, то есть станет богобоязненным, набожным. Аллах, Субхан Таилан, не сказал, поистине он одумается, опомнится и станет набожным. Нет. Может быть, может быть. А может быть и нет. Но, однако, смотрите, как Аллах, Субхан Таилан, дал ему таудих. Поэтому, братья, когда мы призываем к Аллаху, Субхан Таилан, мы не должны быть суровыми, не должны ругаться, спорить и так далее. Мы должны мягко призывать к Аллаху, Субхан Таилан. Почему, знаете? Потому что мы не свои цели преследуем, а религия Аллаха, Субхан Таилан. Свои вот это я, это мы должны убирать. Даже если собеседник, он бывает жесткий, если собеседник бывает, он тебя в чем-то, может быть, даже оскорбил и так далее. Но у тебя цель выше. Ты призываешь к Аллаху, мягкое слово скажи, мягкое слово скажи. Может быть, он опомнится, одумается. Поэтому даже Аллах знал, что он не одумается. Аллах, Субхан Таилан, знал то, что он ослушается и дальше пойдет ослушаться, но при этом все равно, Субхан Таилан, сказал, мягкое слово. Поэтому на сегодняшний день мы все нуждаемся в мягком слове. Пророк Мухаммад, Субхан Таилан сказал, у кого отсутствует мягкость, у этого человека все отсутствует, сказал Субхан Таилан. У кого нету мягкости, у этого человека ничего нету, сказал посланник. Все благо в нем отсутствует. То есть, один раз один из, к одному из правителей, один из дарвачек, тот, кто призывал делом мауаида наставления, зашел и сказал, я юга л-халифа, инни вааидук, фашуддит алейк, фагалабанна минк. То есть, один из такие, тоже есть люди, которые любят призывать жесткость. Он зашел к каналу правителя, я пришел, чтобы тебя призывать, и начал жестко ему говорить, тогда он от него отвернулся, оставил. Даже пророк Мухаммад, саллаху алейкум, призывал мягко, с мягкостью, и Всевышний Аллах, Субхану Ва Таилан, сказал фабима рахматим мин Аллахи, линта лахум, в лаун кунта фаддан галидан калби, лен фаддум мин хаулик. По милости Аллаха, Мухаммад, твое сердце было мягкое по отношению к ним. Если твое сердце было бы жестким, тогда бы все бы от себя отвернулись, они, сказал Всевышний Субхану Ва Таилан. Не приняли бы от себя дарва. После того, как они взяли насых, тауджи, именно направление Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Таилан, направились к фараону. Говорится, что подошли к дворцу фараона, 70 дней не разрешали ему зайти к фараону. 70 дней Муса, алейсалам, и Харун ждали. Первое, как только он зашел к фараону, Муса, алейсалам сказал, через 70 дней, когда ждал, и зашел, поистине я посланник Господа миров. Субхану Вау. С такими словами Субхану Вау зашел, поистине я посланник Господа миров. Назара илей фараон. Фараон на него посмотрел. Он дальше продолжает. Асвободи бани Исраил. Я их с собой заберу. В этот момент фараон вспомнил, как он был маленьким, как он оказался в его доме. Вспомнил, как его супруга сказал, не убивай его, оставь, может быть, он нам поможет, давай его возьмем в качестве сына. Все он начал вспоминать. Фараон удивился ему, к нему приходит, говорит, я посланник от Господа миров. Тому, кто возгордил себя и сказал, я Господь ваш. Мусе в его дворце, в его доме воспитывался, кушал его еду, одевал его одежду, убил копта, потом покинул миср. То есть много что. Тогда фараон сказал, ответил его, не я ли тебя воспитал мальчиком, ребенком, сколько ты из своих лев, сколько ты жизни прожил у меня в моем доме. То есть начал ему напоминать о его детстве. Не я ли тебя воспитал, не у меня ли ты воспитывался? После этого фараон начал открывать черную историю, вот эту вот плохую историю, как некоторые люди всегда так любят делать, когда к нему кто-то делает насыхат, призывает к нему и начинает напоминать о плохих днях. Что ты мне сейчас тут рассказываешь за намаз, что ты мне забыл, кем ты был там год назад? Он говорит, я тебя убы, брат, сделал, я вернулся к Аллаху, Аллах может быть меня просил, я тебе хочу благо, я тебе желаю благо, я начинаю это опоминать, мою черную историю поднимать. Так же фараон. Ты вот это, вот это ты сделал, то есть убил копта, потом ты скрылся, начал этому все напоминать, но он же тавва попросил, Аллах его просил. То есть он говорит, так ты мне говоришь спасибо, заходишь в мой дворец и говоришь, я посланник Господа миров, я же, говорит, то есть вот здесь вот, Муса, алейсалям, всем дал нам правила, которые для нас всех полезны. Сейчас Муса не тот, который был раньше, когда был мальчиком, сейчас Муса, алейсалям, другой. В те дни он не был пророком, был обычным человеком, он не был безгрешным, у него не было не было откровения от Аллаха, сказал Муса, Муса, алейсалям, ответил, ему сказал, Говорит, я, если это сделал, совершил грех, убил человека, я был из заблудших людей, я не отказываюсь, я совершил грех. В те дни я был заблудшим, и убежал я от вас, потому что я напугался вас. Потому что ты притеснитель, фараон, ты бы со мной справедливо не поступил бы, всех ты людей, ко всем людям ты несправедливо относишься. Поэтому я напугался и ушел, покинул территорию Мусра. Я не хотел убить человека, я защищал своего друга, толкнул его, ударил, и он умер. А потом, что случилось, когда я вас покинул? Я изменился. Аллах дал мне хукм и сделал меня из числа посланников. Я сейчас другой. Посмотрел на фараона и сказал, и что ты мне хочешь сейчас напомнить за ту милость, то добро, которое ты мне сделала? Сейчас ты мне это в глаза бросаешь, Мусе Алейсенам сказал. То есть, ты меня выросил в своем доме, ты это сделал же, это ниама, эту милость сделал. Сейчас ты хвастаешься этим? Но ты же, говорит, заставил из моего клана Баню Исраиль тебе поклоняться. То есть, ты одного воспитал из Баню Исраиля, а всех остальных сделал рабами. И сейчас ты на весе это хочешь сравнить, что ты какое-то добро сделал? Когда фараон увидел, то, что кто перед ним стоит, так начал ему отвечать, то есть он удивился, и тогда начал задавать вопросы. Кто такой Господь миров? Мусе Алейсенам говорит, Он творец небес, земли, и все, что между небесами и землей, если вы поверите, если вы будете убежденными в этом, то есть он начинает ему призыв делать джава. Тогда фараон посмотрел по странам, те люди, которые были рядом с ним. Слышите, что он говорит? Но, однако, это не ответ. Фараон убежал от ответа. Когда задал вопрос, кто такой Господь миров, Мусе Алейсенам ему ответил, кто такой Господь миров. Аллах, субхану ва-та-а-ля. После этого, что он убегать начал? Что говорит? Смотри, что говорит. Что он говорит? Что он несет? Поэтому всегда он мог бы сказать Мусе Алейсенаму, какие небеса, какая земля, задать вопрос. Но он убежал от ответа. Смотри, смотри, слушай, слушай, что говорит он. Поэтому, когда человек начал, увидел, он призывает к Аллаху, он начал над ним издеваться. И в его руках сила. То есть он знает, что у него силы больше, такой вот перед Мусе Алейсенаму. Но с Мусе Алейсенаму, что с ним Аллах, субхану ва-та-а-ля. Но Мусе Алейсенаму в этот момент, он тоже был мужчином, не сказал, Рабби, истазаби, я Рабби. Он не сказал, смотри, мой Господь, он надо мной издевается, уничтожит его. Нет. Он был твердо стоял на своем. Начал продолжать. Раббукум, ва-раббу абаикум уль-аввалин. В дополнение он сказал, ваш он Господь, Фераун, твой он Господь, и Господь твоих родителей, твоего отца, твоего дедушки, Аллах, субхану ва-та-ля. После этого Фераун сказал, посланник, который вам послал, он сумасшедший. Потом он еще начал дополнять, и говорит, он Господь Востока и Запада. Ему прижит Восток, Запад, все в руках Аллаха, и все, что между этим, если бы вы знали.